Приветствую, друзья! С вами на связи Александр. И вот поступил очередной комментарий с просьбой посвятить видео упражнениям на отработку приема легата. Или дайте ссылку, если ранее не был, я не нашел у вас. На самом деле, я не помню точно, у меня есть на канале видео по легата или нет, но в любом случае сейчас дам несколько рекомендаций. 3-4 упражнения покажу точно. Имеется в виду некие гаммы, которые на начальном этапе можно было бы гонять до автоматизма на все пальцы. Насчет того, что гаммы, лучше, конечно, играть отдельное упражнение вначале, потом переходить в гаммы. То есть, если на начальном этапе, лучше упражнение играть. А может быть, есть какие-то секретные особенности в технике легата, посвятите им, плиз, небольшой обзор. Он заранее благодарен. Хорошо. И по поводу некоторых секретных особенностей, как вы называете, тоже несколько комментариев дам. Относительно того, каким образом можно играть легата. Для начала скажем, что легата грубо можно разделить на две категории. Это восходящий легата и нисходящий легата. Есть, конечно, синтезированные элементы, но это уже следующий этап. Что подразумевается под восходящими легата? В англоязычной терминологии говорят hammer on. Это когда вы снизу наверх двигаетесь при помощи вот такого вот удара. Сейчас более конкретно поясню. Это первый вариант легата. Восходящий. Есть еще нисходящий легата. Это когда вы сверху вниз двигаетесь или еще называют full off. То есть, вы как бы снимаете палец немножечко вниз. Тоже, опять-таки, о технике сейчас расскажу. Теперь по поводу упражнений. Я бы рекомендовал для того, чтобы отработать, отшлифовать прием легата, разбить его по частям. Поработать вначале с первым-вторым пальцем в этой связке, потом вторым-третьим в этой связке и потом третьим-четвертым в этой связке. Это первый вариант упражнений. Сейчас покажу, как играть. Второй вариант упражнений. Эти три пальца и эти три пальца. И третий вариант упражнений, когда вы четыре пальца используете или играете в различных вариациях. Значит, по поводу первого и самого начального этапа, на восходящий аллигатор. Щипаем одну струну, вот первую. Можно и здесь указательный палец, и здесь использовать указательный палец. А потом вторым пальцем левой руки доигрываем вторую ноточку, не используя правую руку. То есть, ой, вот такой вот приемчик должен быть. Поудобнее возьмем. И вот отрабатываете. Конечно, если вы играете подряд вот так вот несколько раз, то лучше правой рукой здесь пальцы чередовать. Не одним пальцем играть, а вот. Второй вариант, когда вы играете вот в этой связочке. То есть, щипаете одну струну, пальцем доигрываете. И третье, как бы подупражнение, когда вы играете, начиная с безымянного, и потом доигрываете мизинцем. Это то, что восходящий аллигатор. Относительно нисходящего вы с мизинца переходите на безымянный палец. Вот смотрите. На мизинце щипаете, а потом мизинец отвозите в сторону и играете следующий лад. Дальше с безымянного на средний палец. И, соответственно, с среднего на указательный палец. Теперь по поводу особенностей, или, как вы говорите, секретных техник. Когда вы играете восходящий аллигатор, у вас удар по второй струне, он должен быть уверенным и настолько четким, чтобы прослушивался второй звук. Как будто бы вы второй раз защипнули так. Для чего это нужно? Если вы сыграете мягко, вот так вот слабенько, то вы просто приглушите струну, ту ноту, которую защипнули в самом начале, и самого элемента легата, этого приема не будет слышно. И для того, чтобы еще один нюанс, чистенько все звучало, старайтесь добивать пальцем как можно ближе к ладовому порожку. Потому что, если вы здесь будете играть, может вот такое вот звучание получиться не совсем ясное. А здесь уже более конкретно. Плюс ко всему у вас есть возможность для того, чтобы размахнуться и как молоточком hammer, да, по-английски, как молоточком ударить по струне. То же самое и здесь, и то же самое здесь. Конечно, нужна определенная сноровка для того, чтобы звук был конкретным и ясным. Но когда потренируетесь, у вас все будет хорошо получаться. Потом это уже упражнение можно поиграть по второй струне, когда вы ударяете следующим пальцем по следующему ладу. А когда играете по басовым струнам, я рекомендую играть пальцем П. И вот по нескольку раз на одной и той же струне можно играть на одном и том же ладу. Вот, по четвертой, по пятой. И то же самое по шестой. Вот, теперь относительно нисходящего легата. Когда вы играете, начиная с более верхнего лада и стремитесь к нижнему ладу. Здесь такой элемент, когда нам нужен вот этот палец. Немножечко, как будто бы им зацепляете струну, как крючочком, и отдергиваете. То есть, помимо того, что вы защипнули здесь, нужно еще вот так вот, немножечко как будто бы отдергнуть. Иначе, вот если вы просто его уберете, у вас будет вот такой слабенький, практически не слышный звук. То есть, как легата это очень слабо будет восприниматься. Поэтому вот защипываете вот таким вот образом. И то же самое по всем струнам, по второй, по третьей струне. Вот, дальше. Ну, то же самое относится и к басовым струнам. Тут тоже можно играть пальцем П. Теперь, относительно второго варианта, вы играете уже тремя пальцами. То есть, когда по два пальца все вот эти связочки отработали, переходите, по три пальца играете. Здесь у вас какой момент присутствует? Вы щипаете только первую ноту, а потом две ноточки доигрываете. По второй струне, по третьей струне. И нисходящие легаты тоже, только начинайте уже с третьего лада. И потом две ноточки, как бы отщипываете, как мы с вами чуть выше говорили. То же самое по второй струне и по третьей. И то же самое к басам относится, только на басах рекомендую играть пальцем П. Вот. И также играете уже вот в этой связочке. Мизинец, безымянный и средний палец. Как правило, мизинец у всех более слабый, поэтому здесь можно будет посидеть для того, чтобы максимально развить силу звука. И, конечно же, когда вы поиграли по первой позиции, вы можете все это смещать на второй, на третьей, на четвертой. И так далее, играть уже по всем остальным позициям. Значит, это то, что касается этого варианта упражнений. И еще один нюанс. Вы можете играть уже на четыре пальца. То есть, щипнули первого только, а потом доиграли остальные пальцы. Это вверх и вниз тоже самое. Начиная с четвертого. Вот таким вот образом занимаетесь. И еще можете, конечно, чередовать. Вот смотрите, значит, первый, не второй уже пальцем нажимать, а третий. Ну и так далее. И второй, четвертый. На восходящий и первый, четвертый. То же самое на нисходящий. Можете с третьим на первый. Ну и так далее. И с четвертого на второй. И, соответственно, с четвертого на первый. Вот он принцип. Вот таким вот образом играть. И потихонечку, потихонечку у вас все это будет отрабатываться. И в нужный момент вы всегда сможете сфокусированно, точно, четко все исполнить на гитаре. Вот это то, что могу сказать по поводу легата и особенностей. Я парочку особенностей вам подчеркну. То есть, когда играете восходящее, удар должен быть достаточно конкретным. Вне зависимости от того, каким пальцем играете. И чтобы размах более-менее был достойный. Чтобы звук был качественный. Ну и нисходящий вариант, когда вы играете. Вот этот вот момент щипка тоже имейте в виду. Что он должен присутствовать, иначе звук будет достаточно слабым. Вот это то, что могу сказать по поводу начального этапа развития игры приемом легата. И еще попутно отмечу. Мне буквально вот каждый день приходили комментарии по поводу того, чтобы я рассказал и сделал разборы, какие-то уроки записал по поводу создания переложений на гитаре. На самом деле, друзья, переложения и аранжировки – это отдельная тема создавать. И у меня есть отдельный курс, тренинг я проводил. Для ребят, у которых есть определенная подготовка уже. И им легко более-менее давалось создание аранжировок. Опять-таки, уровень игры на гитаре есть различный. Кто-то на начальном находится, кто-то уже на более продвинутом, кто-то на профессиональном. Поэтому везде нужен разный подход. И второй раз тренинг, разумеется, я сейчас не собираюсь проводить. Кому интересно, может приобрести этот тренинг. Но для тех, кто находится на начальном этапе освоения гитар, я могу провести семинар. Короткий двухдневный семинар. Давайте мы его можем запланировать на эти выходные, на субботу и на воскресенье, 28 и 29 января. Сегодня у нас 22, а мы на 28 и на 29. Но проведу я его, если действительно для вас он будет актуален и интересен, этот семинар. В субботу мы можем встретиться и в воскресенье, то есть 2 дня, 2 встречи. Разумеется, он будет за небольшую стоимость. И если 3 заявки хотя бы придет, я этот семинар проведу. Если это были просто слова в качестве комментариев, то смысла проводить этого семинара я не вижу. Поэтому, оставляя под этим видео контактные данные, вы можете туда зайти, оставить заявочку. Познакомитесь, если действительно вас все условия устроят, мы с вами встретимся и проведем этот семинар, на котором я полностью расскажу вам о своих принципах создания аранжировок, расскажу, какие навыки для этого нужны. И дам направление в катком вам следует развиваться для того, чтобы самостоятельно делать переложения и писать аранжировки на те песни, которые вам нравятся. Спасибо большое, что досмотрели это видео. Обязательно ставьте лайк, если в нем нашли какие-то элементы, которые вам могут пригодиться в практической игре на гитаре. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями, для того, чтобы еще больше друзей ваших гитаристов смогли освоить определенные навыки игры на гитаре, в данном случае приемом легато. Спасибо еще раз. Увидимся в следующих видео. Пока.